Всем привет, меня зовут Боксик, и в этом видеоролике я хочу вам рассказать про игру Geometry Dash. Ну что ж, поехали! Geometry Dash. Компьютерная игра в жанре 2D-платформера, выпущенная изначально для мобильных устройств на iOS и Android, позже и для компьютеров. Создатель игры — шведский разработчик Роберт Топала, выступающий под всем данным Роб Топ. Игровой процесс заключается в прохождении уровня со множеством препятствий под ритмичную музыку. Сюжета в игре нет. Игра содержит 21 встроенных уровней, 18 из которых открыты для прохождения сразу, и еще 3 открываются после сбора на других уровнях определенного количества монет. Уровни представляют собой полосы препятствий, по которым движется персонаж игрока, принимающий одну из нескольких форм, каждая из которых движется по-своему саундтреком уровня, в качестве которого выступают электронные музыкальные треки 3 композиторов, как Waterflame, DigiNate и другие. Управление производится нажатием одной кнопки, либо нажатием по экрану. В толкнувшись с P5, игрок начинает прохождение с начала уровня. Запахмы с жизнью нет. Существует режим практики, в котором можно поставить чекпоинты посреди уровня, и при смерти продолжать прохождение с них. Награды за такое прохождение не выдаются. Игрок получает внутриигровые награды нескольких типов. Звезды, сферы, алмазы, монеты, носки и ключи. Носки? Носки? Серьезно? За прохождение встроенных и пользовательских уровней наборов, уровней и периодически просто за вход в игру, за спор определенного количества наград, игрок получает или может покупать во внутреннеигровом магазине, новый внешний вид персонажа и другие визуальные эффекты. Возможности покупать что-либо за реальные деньги нет. После появления возможности использовать музыку с NavGrowth, многие игроки стали загружать на этот сайт неосвимую музыку для использования в своих уровнях, нарушая авторские права ее создателей. На мэр донораторов в NavGrowth легла большая нагрузка по поиску и удалению таких треков. Кроме того, многие игроки стали требовать от популярных композиторов разрешить использовать всю музыку в игре, из-за чего некоторые композиторы отказались продолжать сотрудничество. Пока музыка оттуда доступна в игре. Я доверяю 2017 года после подачи петиции на сайте change.org и множество жалоб композиторов в Steam, игра была удалена из App Store, Google Play и Steam. Через несколько дней было достигнуто соглашение в игре и стала использовать только музыку композиторов. Явным образом пригласившийся на это внесенный белый список создателем игры. После этого игра вернулась в магазин. Звучит музыка Субтитры сделал DimaTorzok